Свой автопортрет самарский художник-экспрессионист Виктор Новокрещенов написал 10 лет назад, за несколько месяцев до собственной смерти. Семье живописца особенно дорога эта картина. По словам вдовы Нины Новокрещеновой, на полотне ее муж такой же, каким был в жизни. Умный, спокойный, сосредоточенный на работе. Писать картину он любил в одиночестве. Искусство всегда было на первом месте. Знаете, как говорят настоящий художник. Сейчас же все менеджеры, все там пробиваются каким-то образом. А он был погружен полностью в это искусство, в эту живопись и, как бы сказать, углублялся. Открытие выставки в художественном музее приурочили к 70-летию со дня рождения Виктора Новокрещенова. В своем творчестве он создавал мир провинциального городка, где всегда радостно и празднично. Возможно, поэтому его часто называли самарским шагалом. На его полотнах люди парят и устремляются в иную реальность. Персонажи художника нередко держат в руках музыкальные инструменты. Но даже без них музыка живет на полотнах. В работе можно найти и вангоговские мотивы, цветы и необычные портреты. Экспозиция будет доступна в музее до 3 августа. 30 июня нам сказали, что нас могут открыть и нам нужно быстро сформировать выставку. Я очень люблю Виктора Новокрещена, его творчество. 30 июня я подумала, господи, как я хочу сделать выставку своего любимого художника. Художественный музей один из первых открыл свои двери для любителей искусства после ограничительных мер. При этом экскурсии пока проходят в индивидуальном порядке или для групп из пяти человек. Обязательно соблюдается масочный режим и дистанция между посетителями. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События.